Два общежития на сегодня ЗИЛе есть, но вот здесь стоят мои товарищи по общежитию, они обращаются к ЗИЛу, чтобы он решил их проблемы. Я скажу им, что сегодня, к сожалению, им скоро придется обращаться не к ЗИЛу, а скорее всего к Сбербанку, потому что ЗИЛ закрывается. Сегодня ситуация такая, что, как и многие заводы в Москве, Фрезер, Красный Пролетарий, там Салют, Москвич, подошла очередь из ЗИЛа. Правительство Москвы скидывает с себя эту обузу и передает главный пакет Сбербанку. Так что, что будет с общежитиями, которые сейчас еще принадлежат ЗИЛу, теперь будет неизвестно. Мы, Союз Рабочих, выступали всегда за сохранение отечественного производства, за сохранение заводов на территории Москвы. Мы не хотим, чтобы здесь был только город банков и офисов. Это был рабочий город. Он производил от самолетов до холодильников этот город и должен производить. Это наш город. И поэтому давайте вместе бороться за сохранение нашего производства, за сохранение наших заводов и, соответственно, за сохранение общежитий. И за строительство жилья для рабочих, а не только для буржуев. Но это сделать здесь уже некоторые ораторы говорили. Эта власть это делать не будет. Нынешняя власть думает только как воровать. То же самое, например, и на территории ЗИЛа. Они смотрят на 360 гектаров, которые принадлежат ЗИЛу. И у них в глазах стоят долларовые заказы на строительство жилья. А как они строят? Буквально недавно в пойме ЗИЛа рухнуло семиэтажное здание. Потому что стараются строить быстрее, сдать. Хорошо не было несчастного случая. Ну вот так вот. То есть они думают только о сиюминутной выгоде. И на территории заводов, на территории общежитий. Нынешняя власть и городская, и государственная смотрят только как на объект для продажи подороже, когда земля эта. Противостоять этому только можем мы вместе. Поэтому Союз рабочих Москвы призывает держаться жителям общежитий. Мы поддержим вашу справедливую борьбу. Но призываем вас бороться еще более шире. Бороться за сохранение своих предприятий. Бороться за сохранение нашей экономики. И бороться за той системе, которая благоприятна для работающих, для рабочих, а не для жуликов и для бизнесменов. Вместе мы победим и будем жить все-таки в стране, в которой будет и жилье для работников, и работа для них, и завода, и сильная экономика. Удачи вам, и вместе мы победим. Абсолютно правильно было сказано Василиевым Ивановичем. Абсолютно правильно было сказано, что эта власть ничего не сделает для нас довольны. Когда этой власти мы нужны, они готовы много обещать. Когда мы становимся ненужными, нас выкидывают как ненужную вещь. Вот завод «Салют», который производит турбодвигатели для наших самолетов. Практически единственное предприятие, кто еще производит эти двигатели. Если закрыть это предприятие, у нас не будет собственной авиации. Будем летать на Боингах и Аэробусах. И вот власти очень, видимо, этого захотелось ввиду вступления в ВТО. Потому что есть решение о выводе завода «Салют» из города Москвы. И 17-го числа, месяц назад, ровно был подписан приказ об акционировании данного завода. И людей, которых собирали поштучно со всей России, уникальных специалистов, рабочих, инженеров, уговаривали приехать в Москву и поработать на «Салюте», обещали им жилье, обещали соцгарантии. Теперь выкидывают, пытаются выкидывать из-за рабочих общежитий. Дом 9 по улице 9-й Соколиной, дом 16 по проспекту Буденновского. Началось это явление чуть больше года назад, когда был принят решение о ликвидации завода. Вот нужен был, прибыль приносил. Пожалуйста, собрали людей, сдернули, привезли. Не нужно, стали, все, идите, хоть на полойку, и всем плевать. Но мы не хотели идти на полойку, мы же не использовали, извиняюсь, кое-что, как Путин нам тут заявляет иногда. И мы начали борьбу. Жители дома 9 до сих пор живут в доме 9, хотя выкинуть их пытались еще год назад. И с ними даже сейчас департамент как раз с ними обещает заключать соцснаем. Сейчас все это находится в стадии сбора документов. А вот жители дома 16 оказались в скверной ситуации. Завод «Салют» акционирует, пытается записать дом 16, как не жилой, не обремененный жильцами, пустой и вообще производственное помещение. Соответственно, вы понимаете, какая судьба будет ждать этих людей, если у администрации «Салюта» это получится. Таким образом, здесь у нас проблема налицо. Мы должны сохранить не только жилье для рабочих, мы должны сохранить их рабочие места, и это предприятие. Слово предоставляется представителям завода «Салют» и этих общежитий. Ольге Морозовой и Елене Желяповой. Добрый день. Я Морозова Ольга Юрьевна. Проживаю в 16-м доме по проспекту Буденного. Хочу немножко рассказать про нашу ситуацию, что у нас происходит. Как сейчас Даля же сказала правильно, да, завод, значит, вышел указ 17 мая акционировать наше предприятие. Мы прекрасно понимаем, что это последний шаг к развалу, потому что сейчас начнет завод растирать на кусочки, и нас вообще об этом не спросили, нас вообще это очень возмутило. Если, как нам говорят, 100% акции будет передано государству, и остается у государства, зачем акционировать такое предприятие? Сейчас вообще решается вопрос о двигателе пятого поколения. Его некому разрабатывать. Единственный завод, который может сделать это, конструкторское бюро, это конструкторское бюро нашего завода. И мы, вот работники завода, мы не понимаем, для чего акционировать наше предприятие. Для того, чтобы его развалить, растащить по кусочкам, мы все пойдем кто куда. Но все-таки у нас специальности очень уникальные. Мы не можем сразу так вот, как бы прийти в другое, как бы в другое место. И, ну, специфическая работа. То есть у нас у каждого свой участок, который мы ведем. Конечно, встанет бизнес-бизнес. И таких предприятий в Союзе мало, не говорим уже о Москве. В Союзе нет. То есть вот осталось Уфимское, еще там несколько предприятий. Куда? Куда пойдут специалисты с нашего завода? Это раз. Теперь, естественно, в общежитиях живут те специалисты, которые были востребованы. И они приехали из разных регионов нашей страны. Кто откуда? До вот недавнего времени, наверное, чуть больше года, у нас, значит, ушел наш директор, вернее, ушли нашего директора, Елисеева Юрия Сергеевича. И после этого, вот этот человек, на самом деле, родился наше предприятие. Он собирал нас покрупиться. Он, вот настолько я говорю, вот по себе могу сказать. Я вообще не заикалась об общежитии. Я ездила каждый день, там тратила 6-7 часов на дорогу. Мне позвонил сам Юрий Сергеевич. Вообще, я говорю, мы с ним были незнакомы. И предложил, хотите, мы вам дадим общежитие. Я вообще, я была в шоке в таком, что вот, я говорю, конечно, хочу. Неужели я откажусь? У меня двое детей, я их воспитываю одна. Я езжу, вот мотаюсь, значит, целыми днями и вечерами приезжаю. Четыре часа упала, встала и опять пошла. Вот. Я ему безмерно благодарна. И этот человек поднял завод, поднял с коллег. Завод работал два-три дня в неделю. Он, вот собрав специалистов, собрав КБ, которое может теперь уже сделать двигатель пятого поколения, то есть это заслуга его, теперь пришел человек, юрист, экономист, который, извините, заинтересован только в том, чтобы посчитать, сколько у нас прибыли, куда ее положить, в какой из карманов из своих. Естественно, наши карманы, он не заглядывает. Зарплаты у нас упали сразу резко у всех специалистов. Нам сделали, у нас была почасовая оплата, теперь нам сделали, ну, повременные оклады. И, естественно, народ стал уходить. Все специалисты, которые, вот знаете, вот мы, кто завязан за чужими день, конечно, мы будем до конца работать, потому что на самом деле снять жилье в Москве очень сложно. И, естественно, не под силу, тем более с нашими зарплатами, которые мы получаем. Поэтому для нас это единственный способ как-то выжить здесь. Мы продолжаем жить, работать здесь, у нас вырастают дети, их тоже надо как-то устраивать в жизни. Вот. По нашему дому я хочу что сказать. Дом 16, как нам, вот просто у меня дело в суде, и нам представили такой документ. Решение исполкома 88-го года о том, чтобы вывести из живого фонда этот дом и признать его нежилым. Но завод «Салют» должен был расселить этот дом и тогда использовать по назначению, то есть как нежилое помещение. На настоящее время в нашем доме проживают, в общем, 60 квартир, все забиты до отказа. Вот представляете, какой нежилой дом. Но, правда, в последнем судебном заседании появился новый документ, что все-таки дом 16 и дом на 9-й Соколины все-таки были в 2000 году жилые. Мы очень рады. Но вы представляете, сколько времени потребовалось, чтобы нам узнать вообще-то статус нашего дома. Жилой или нежилой. Но сейчас стоит другая угроза. На самом деле, когда акционируют завод, завод пытается этот дом признать нежилым и оставить его в своем видении. Естественно, мы хотим, чтобы нас передали городу и заключили с нами договора социального найма, что нам, в принципе, уже Федосеев и пообещал. Лично я уже сдала документы. То есть сейчас в течение двух месяцев нам сказали, будут решать наши вопросы. Но дело в том, что, конечно, активность людей не очень большая. Вот 9-й дом сейчас расскажет по нему, свой представитель. Там их объединило то, что их начали активно выселять. Перед тем, как отдать городу, их начали выселять. У нас пока ситуация чуть-чуть другая. То есть мы, ну так, вроде все живут, ну кому-то присылают извещение на выселение, но особо никто не выезжает, не дергается. Несколько судов идут по нашему дому, где просят заключить с ними соцзнайм. Но дело в том, что до настоящего времени очень мало документов, которые вообще как-то могли нам разъяснить статус этого дома. И вообще, как бы, кому он принадлежит, что это за дом. То есть теперь кое-какие, как бы, вот прояснения есть. И мы надеемся, конечно, что решится и наш вопрос. Но если не решится наш вопрос, то мы все равно будем этого добиваться. И будем надеяться на вашу помощь. Потому что только вместе мы можем что-то сделать. Спасибо. Здравствуйте. Я представляю работников завода «Салют», проживающих в общежитии, и которые на сегодняшний день объединились для борьбы за свои права. До меня уже все рассказали, поэтому извините, если я повторюсь. Значит, когда некоторые наши государственные деятели решили сожрать наш завод, назвав это акционированием, вторым их шагом было выселение людей из общежития. Что меня удивило? Многие люди безропотно ушли. Я это расцениваю как рабство в крови этих людей. Это безобразие. Мы прошли Советский Союз. Откуда у нас столько рабства? Пришел какой-то дядя и сказал, «Вали на улицу», и все повалили. Я помню эти страшные первые дни. Я одинокая мама, у меня маленький ребенок, и у нас никогда не было прописки, нам негде жить. Может быть, поэтому я задумалась. Будь у меня квартира где-нибудь на Сахалине, может быть, испугалась и уехала. Но, к счастью, ехать было некуда. И я подумала, а почему этот дядя пришел, и мне указывает, куда мне валить? Первые шаги были страшными. Да, когда все уезжают, когда заваривают двери с людьми в комнатах, когда выламывают дверь, выносят вещи на улицу, выкидывают. Это какой-то дядя. Откуда у него такие права? Почему он смеет это делать? Я немножечко почитала закон и вошла вообще в какую-то безумную агрессию. Думаю, это ничего себе. Ну и потихонечку начались у нас какие-то движения. Четыре человека, пять. Сейчас нас уже около ста человек. Ну, это, видимо, предел, потому что остальные сидят по своим углам. Забились, пошли, куда их послали.